Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы будем с вами рассматривать на библейском портале экзегет третье соборное послание апостола Иоанна Богослова. Хочется сказать, что это соборное послание, как и второе его послание, является очень маленьким, это скорее такое вот частное письмо, обращенное к конкретному лицу, сейчас мы об этом узнаем, и тем не менее за этими строками тоже вскрываются очень важные истины, которые всем нам следует знать. Старец возлюбленному Гаею, которого я люблю поистине. Вот апостол Иоанн, как и во втором своем соборном послании, именует себя старцем. Прежде всего старцем по возрасту, но мы знаем, что именно апостол Иоанн Богослов один из новоположников православной традиции старчества, духовного руководства, и это не просто вот какие-то административные взаимоотношения руководителей, подчиненных, да, где все предписывается какими-то сухими инструкциями, а духовное руководство, оно зиждется на христианской любви, на евангельском сострадании и на благодатном прозрении тех конкретных нужд, которые имеют вот духовное чадо, обратившееся к старцу. И вот таким благодатным старцем и был апостол Иоанн. Он пишет Гаию. Гай — это один из любимых учеников апостола, один из его последователей, который ему помогал, который проповедовал и являлся бы просто вот образец христианской веры, возлюбленный. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Вот интересно, что апостол Иоанн, несмотря на то, что он считается таким вот тайнозрителем, апостол Иоанн — это созерцатель самых высоких божественных тайн и воплощает в своем Евангелии самые высокие догматические истины. Но о чем он молится? Он молится очень по-простому. Он говорит, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. И это значит, что на самом деле вот в молитве нашей ко Господу нет, в общем-то, просьб каких-то недостойных. Мы можем смело молиться о здоровье друг друга, о телесном здоровье, потому что здоровье — это тоже Божий дар. И здоровье нам нужно для того, чтобы мы служили Господу, вот как служил вот этот Гай, возлюбленный ученик апостола Иоанна. И кроме того, апостол Иоанн молится, чтобы он преуспевал во всем, во всех своих делах, в трудах, а не только в духовной жизни. Конечно, на первом месте именно духовная жизнь. И душа Гая преуспевала, пишет апостол Иоанн. Но святой апостол молится, чтобы он также преуспевал и во всем остальном, чтобы благословение Божие в целом сопутствовало нашей простой человеческой жизни. И святой апостол в этом послании выражает свои вот такие личные чувства. Он радуется, когда христиане, они именуются братьями, рассказали про добрые дела Гая. Они засвидетельствовали о его верности, о том, что он ходит в истине. И вот в чем как раз тоже один из признаков старчества, что подлинный старец, он забывает о себе и думает только о чадах. И он говорит, для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Вот эта вот радость, что дети преуспевают в истине, что они духовно возрастают, и является вот истиной такой чистой, проявлением истины чистой, бескорыстной христианской любви. И дальше апостол Иоанн продолжает. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего у язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. О чем идет здесь речь? Речь идет о первохристианской проповеди. Уже были первые христианские учители и такие вот странствующие миссионеры, которые постоянно ходили с одного селения в другое селение, которые вели очень такой подвижнический образ жизни, не имели при себе денег и посвящали себя всецело проповеди. Вот они, переходя из селения в селение, проповедовали. При этом нужно же было как-то вот жить, как-то питаться, но все равно вот эти странствующие христианские проповедники, они не брали ничего от язычников, как мы читаем у апостола Иоанна. И потому огромное значение имело, когда кто-то из христиан, которые живут в той местности, поддерживали этих странствующих миссионеров, проповедников. И вот Гай, он как раз их принимал, давал им приют, поддерживал их в плане питания, содержания необходимого, чтобы они могли дальше идти проповедовать. И вот апостол Иоанн, он как раз до него дошли вот эти вот вести, как Гай поддерживает таких первых христианских учителей. И святой апостол его одобряет и радуется за него, что он поступает именно так. Потому что мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Чтобы истина, она распространялась, нужны проповедники истины. Но проповедников истины тоже должен кто-то поддерживать. И вот дальше встречается такой отрицательный пример, который вошел в это послание. Ну, мы понимаем, что вот это послание — это частное письмо, в котором апостол писал все как есть. И вот что он говорит. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Вот, к сожалению, не все в первом веке, в апостольское время было идеальным, как бы нам хотелось. И встречались вот и среди первых даже христиан, и священнослужителей, и бодиатреф, судя по всему, был предстоятелем какой-то вот небольшой церкви, но вел себя очень высокомерно. И что удивительно, ведь апостол Иоанн Богослов, он же сам был преисполнен любви, и к нему многие тянулись за счет проповеди апостола Иоанна. Многие обращались ко Христу, но встречались те, кто апостола Иоанна не любил. Вот таковым оказался вот этот диатреф, о нем сказано, что он не принимает нас и даже поносит злыми словами. К великому сожалению, грех, он очень коварен, он может поразить любого человека, невзирая на его статус, возраст, общественное положение или даже иерархическое положение. И вот этот диатреф также не принимал проповедников веры Христовой, вот этих первых христианских учителей, которые ходили из селения в селение, нуждались в поддержке, но диатреф сам не принимал их и запрещал желающим принимать. И сказано даже, что он изгонял из церкви. То есть фактически он кого-то извергал из церкви, и не всякое извержение является справедливым. Отсюда мы видим. Вот святой апостол Иоанн Богослов категорически не соглашается с таким высокомерным поведением, а к Гаюю обращается со следующими словами. «Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Вот эти слова, наверное, являются одними из самых таких ключевых в Священном Писании. И в каком-то смысле вот эти слова — это вообще ключик к личному счастью. Потому что человек, который делает злое, не может быть счастлив. Если ты делаешь злое, то значит, это зло, оно уже внутри тебя, и оно не даст тебе покоя. Оно тебя самого съест, изведет, разрушит изнутри. И только тот, кто делает добро, тот от Бога. А делающий зло не видел Бога. И поэтому не подражай злу, но добру. Человек в каком-то смысле он подобен такому вот зеркалу, которое что-то в себе отражает. Зеркало может отражать в себе сияющее солнце, да, и тогда оно само может осветить, допустим, темную комнату вот этим лучом, заимствованным от солнца. А если зеркало повернуть к земле, то оно будет отражать в себе грязь. И вот так от нас зависит, что мы отражаем в самих себе — добро или зло. И только тот, кто делает добро, тот от Бога. А делающий зло не видел Бога. После этого святой апостол упоминает еще одного человека и говорит так. «О Димитрии засвидетельствована всеми и самую истинную. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно». К сожалению, не сохранилось подробных сведений, кто был этот Димитрий, но по древним некоторым таким данным он тоже один из учеников апостола Иоанна Богослова, а впоследствии он стал епископом. То есть это один из первых христианских святителей. Он тоже поддерживал первых христианских учителей и, в общем-то, был выразителем традиции апостола Иоанна Богослова. Ну, собственно говоря, вот послание, оно подходит к концу, апостол завершает так. «Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствую тебя, друзья! Приветствуй друзей поименно, аминь!» Какие добрые тоже вот слова у апостола Иоанна. Он говорит, «Мир тебе» — это вот то, чего всем нам не хватает, мира сердечного, мира душевного. Просит приветствовать друзей поименно. То есть каждый конкретный друг имеет огромное значение. И вот почему мы вообще в церкви поминаем каждого по имени. Христиане, которые записаны вот в записочках и на проскомедию подаются, они все поминаются поименно, потому что каждый конкретный христианин, он имеет огромное значение. И эта традиция, вот приветствовать поименно и молиться поименно, она идет издревле. А на этом мы завершаем рассматривать Третье соборное послание святого апостола Иоанна Богослова и даруй всем нам, Господь, быть выразителями Духа святого апостола Иоанна Богослова, чтобы делать добро, чтобы в своей личной жизни все-таки созидать любовь, помогать ближним и всячески сторониться греховных соблазнов. Вот да поможет во всем этом нам Господь. Всего вам доброго!